И сколько циклов ты уже тут? Этого... Этого... Я уже не считаю... В определен... В определенный момент мы... Он задумался... Потерял связь с космосом... Всем привет! Вы на канале Девплей, и мы продолжаем проходить историю одного неудачника. Не забываем пошлепать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. А еще можно платно подписаться на канал или задонатить по ссылкам в описании. Погнали! Хорошо пошла чертовка! Я продолжал сверлить неожиданного вторженца членом, не понимающим взглядом. Он с невозмутимым видом снова присосался к бутылке и опустошил её, смачно рыгнув под конец. Хер ли ты скремился? Сам так же делаешь! Это у тебя я такой! В меня? Ну да, бать! Это ж можно сказать, мой перво... Перво... Первоисточник! Меня ещё никто никогда не называл своим первоисточником. А вот слово бате, которое Алконнер произнёс первым, сразу заставило меня вздрогнуть. Что? Выходит, я твой отец? Ты чё, из будущего? Братуха, братуха из будущего! Оспокойся! По поводу бате я пошутил. Под перво... Первоисточником я имел в виду другое. И снова нелегко удалось ему это слово. Но тем же лучше, потому что мне нужно было много времени на переваривание того, что происходило и чё он вообще говорил. Просто ты мол... Мол... Моложе меня! И мекуфила! Ты тут... Б... 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 Всех нас... Э... По... Похож на того, кем мы... Б... 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 Тут это где? В лагеря? Может, ты объяснишь, как мы сюда попали и почему нас несколько? Какая разница, ёбт? Зачем всё усложнять? Расслабься и бухнём! Я могу ещё алкашки задыбать! Не-е-е! Расскажи мне всё, что знаешь! Ты единственный, кто может всё объяснить! Ну это... Того... Я с... Сюда... Ты сюда... Этот... Пиздец... Надо ещё выпить! Это... Серь... Серьёзный... Раз... Разговор! Ягуар! Бросив пустую бутылку через плечо, мой не самый внятный собеседник щёлкнул пальцами и в его руке появилась новая бутылка. Вернее, банка чёрного цвета с изображением... Изображённым на ней... Ярким отпечатком кошачьей сраки. Ягуар? Что, блядь? Откуда? Пешил я, таращусь на Алконора, тянущегося к открывашке наверху банки и облизывающегося в предвкушение. Ээээ... Не, не надо! Ты же так еле говоришь! А кто мне ответит? Это... Это... Мне? Эээ... Ты... Ты мне тут не... Это нахуй! Отозвался тот, предупредительно погрозил мне кулаком. Вспомнив, что этот алкаш и сделал с моей рукой, я решил не пытаться отобрать у него напиток. Приложившись к банке, мой собеседник снова по... подобрел и с интересом посмотрел на меня, слегка покачиваясь на месте. Похоже, ему было уже непросто держать равновесие. Не дал я таких, как ты. В натуре не помнишь, сколько... Сколько раз просыпался в том... Блять, ну как его... Автобусе? Подсказал я. Я же сам, братишка. К... Каждую... Неделю... Снова и снова мы просыпаемся там. Это как выход из... Запоя. Выражаясь на... Нау... Научным языком... Начало нового... Цикла. По циклам мы и живём. Опять и опять... Блять. Он хочет сказать, что мама во временной петле? Значит, скоро всё начнётся заново? Быть не может. Чё этот алкаш несёт? В его слова, сложно было поверить, но тот факт, что я видел перед собой Алконора, заставил меня сделать это. И сколько циклов ты уже тут? Оттого... Оттого... Алконор начал сгибать пальцы, потом понял, что их для этого не хватит и махнул рукой. Чуть не расплескав на меня содержимое банки. Я уже не считаю. В определенный момент мы... Он задумался. Потерял связь с космосом. Блин, слышь? Слишком длинное слово. Забыл! Что хотел сказать? Сука! Алконор задаченно посмотрел на меня и в следующий миг, подпрыгнув попой на моей кровати, снова чуть не расплескал яшку. Подож... Блин, стоп. А, боже, я чё-то перепутал. Ягуар и Рэво. Или Рэво, блять, как его правильник. Всё, всё, всё. У яшки, да. Лапка. Вспомнил! Короче, мы этого. Типа, по циклам шатаемся. Из одного в другой. И... Встречаем до других себя. Прошлых б-б-будущих. В натуре хрр... Разберёшься. Его слова и... От других насахом разнеслись в моём сознании. Я вспомнил о встрече с другим мной, уже получившем от Мику в подарок гавайскую рубашку. Я тебя уже видел Сначала ты был в такой же рубашке, как та, что на мне Ты дотащил меня до дома То был не я, бр... Братан То был Микуфил, ещё один из наших Хороший па... Пацанчик То, как базар Мику, может быть, то ещё скотиной Он на ней помешан Он, да, для него, как бухлешка, для меня Он посмотрел на банку яшки в руке С видом, будто у него есть и неоконченное важное дело Пару мгновений спустя она была пуста и тоже отправилась в полёт Мне не понравил Хотя мне не понравилось, что он продолжает мусорить Я ничего не сказал, поскольку до меня начал доходить смысл случившегося Получается, сегодня этот Микуфил Проводил время с Мику, пока я вкалывал в библиотеке Раз он тоже будущий я, то он знал, когда я вернусь И поэтому заблаговременно свалил Думаю, ты понял, нахуя я в этом ц... 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 цикле Тут для него иде... идеальное место Тебя я тоже видел вчера, столкнулся с тобой по пути А? В натуре? Не, не помню такого Ты, блять, не удивительно! Ты еле ноги переставлял И шатался, как перевёрнутый маятник А! Тогда это пр... правда был я! Ха-ха-ха! Я всегда такой! Ну, с... короткими... п... п... перерывами! Эй! Ты когда успел? Я только сейчас заметил, что в руки Алконнер держит появившуюся неизвестно откуда бутылку пиваса Наклонившись к столу, он без церемонно открыл её об его край Алконнер тем временем... Подожди, а... Эээ... Это вроде бы похоже на туборг Там не надо открывать об стол, там же ж... Хотя похуй Алконнер тем временем уже присосался к горлышку, блаженно прикрыв глаза и громко причмокивая, что чертовски раздражало Эээ, типа этот... как его? С... сука... Супергерой, мать его! Ха-ха-ха! Могу наставать бухло и закусь! Ответствовал он, продемонстрировав очередную бутылку, которой точно было не место в этом домике и лагеря Сомневаться в его словах уже не было смысла и я просто принял это как данность А ещё умею между циклами при... Перемещаться Хотя этим тут разве что тебя удивишь Эта хуйня из-за таланта не считается Микофил тоже так умеет А был у нас такой гений, что по... 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 погодой мог управлять Ещё один нарколога, он вообще не... не... по... не... неубиваемый Мой собеседник отхлебнул пивасика и бросил на меня растер... растерянный взгляд, будто забыл о чём разговор А чё мы тут базарили? Ааа... ц... ц... циклы и вся хуйня Сам я тут тоже не... пр... просто так А бутылка в кружке к... 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 кибер... гейдиков Рабала... охуя... и она никогда такое вытащить не... п... получалось Он мечтательно посмотрел куда-то в пустоту, потом зевнул а затем его непринуждённость и расслабленность резко смяр... не смейри... блять сменились сердетостью Всё нахуй, побазарили, а теперь дай мне поспать Алконнер сделал последний глоток и поставил бутылку на стол Ничего больше не говоря, он лёг обратно на мою кровать и отвернулся к стенке Эээ, как же я? Ложись тогда на кровать Толина Сам ложись Меня с ней связаны нехорошие восп... восп... воспоминания Алконнер еле успел договорить эту фразу, вырубился он мгновенно В следующий миг я услышал его храп И чё мне теперь делать? Задачился я Я потянулся к карману и достав из него телефон проверил время и убедился Что при особом желании успею в столовую за самой последней порцией Но дождь за окном продолжался И это отбил ее охоту идти куда-то Я растерянно перевел взгляд с... ээээ... Сообщающих время цифр на показатели заряда батареи Полностью заряжено? Да он уже давно должен был сдохнуть! Объяснений тому, каким чудом мне удалось пополнить энергетические запасы аппарата у меня не было Разве что вспомнился момент из моего фэнтезийного путешествия под грибами, когда я закрыл миг у собой от электрического заклинания Пока я тупо смотрел на экран, Алконнер захрапел еще громче И я с раздражением посмотрел на него Пусть он и дал мне некоторые ответы Этого явно было недостаточно То, что я узнал, вызвало лишь новые вопросы Особенно меня волновало, что дальше делать с моей девушкой И вернется ли вновь тот, кого Алконнер назвал Микуфилом Чтобы вновь притворяться мной и быть рядом с ней Если да, то этого нельзя допустить Только вот что делать? Рассказать обо всем Мику? Да она мне никогда в жизни не поверит! А даже если так, стоит ли грузить ее всем этим? А вдруг ее будет мучить чувство вины? Не-е-е Хотя завтра мне явно потребуется объяснить свое сегодняшнее поведение Мой палец сам случайно нажал на приложение камеры И я взглянул на экран, поняв, что решение пришло ко мне само собой К тому же в этот самый момент алкаш пробормотал что-то сквозь сон И перевернулся на другой бок лицом ко мне Отлично! Если Алконнер вдруг исчезнет, например уйдет в другой цикл У меня все равно будет доказательство его существования Сделав его снимок, я решил этим не ограничиваться И врубив фронталку, сделал селфи со своим новым соседом И для надежности, чтобы было точно понятно, что нас двое Кстати о соседях Че-то Олег задерживается на ужине Живой свидетель того, что нас с этим алкашем двое Был бы очень кстати Я решил во что бы то ни стало дождаться прихода Толена Лег на спину и постарался игнорировать храп Алконнера И сосредоточиться на звуке барабанищего по крыше дождя Я не учел лишь тот факт, что ритмичная дробь по шиферу имела убаюкивающий эффект И сам не заметил, как закрыл глаза и заснул История одного неудачника День шестой Вырваться из объекий сна я не спешил В этой беспамятной темной пучине, где тебя никто ничто не волнует и не тяготит Есть что-то волшебное Иногда я даже подумывал, что это лучшая часть моей жизни Че? Но, как я знал из собственного опыта, ничто хорошее не длится вечно Из дрема меня вырвал чей-то вскрики, последовавший за ним грохот А потом я согнулся от чего-то тяжелого, свалившегося прямо на меня Так и не успевшего до конца прийти в себя Прямо перед моим лицом появилась недовольная морда Алконора, который никуда не исчез Он был близок как никогда и я отчетливо чувствовал запах перегара Какого? Ты че ко мне лезешь? Возмутился я, попытавшись отпихнуть свою будущую сбившуюся версию Тот вроде и сам пытался с меня встать, но ноги его не слушались Видать, вчера он все-таки перебрал Не подумай по-плохому, мужик Как кажется, я бы что-то... Споткнулся Толян прямо упал к его ногам Это был я, сказал Толик, поднимаясь и потирая ушибленное место Похоже, вернувшись и обнаружив, что обе кровати заняты, мой сосед не придумал ничего лучше, чем спать на полу Извиняем, бродишка Хочется, я тебя яшку угощу Похоже, Толика ничуть не смущал, а то, что перед ним стоит точная моя копия Услышав такое предложение, он заметно приободрился Не знаю, что такое яшка, но давай, я хочу попробовать Алконнер расплылся в довольной улыбке Щелкнул пальцами И в его руке появилась черная банка Которую он сразу же откупорил и протянул Толину Пока я протирал глаза, пытаясь понять, реально ли что... Реально ли то, что я вижу? Мой сосед успел пригубить содержимое банки Глаза его заблестели Выхватив банку с напитком из рук Алконнера Толян запрокинул ее вверх, присосавшись к отверстию Вот это я понимаю, мужик Надо бы и мне опохмелиться Ты зачем Толика спаиваешь, урод? Совсем о последствиях не думаешь? Он же перед Ольгой спалится Он-то, он даже на трезвях чудит Что с ним сделается? К тому же я твою ошибку исправляю Ведь ты-то, вы ведь Толика С Ольгой в прошлый раз бросили И эликсира счастья он Так и не бухнул Алконнер вернул себе банку В ней осталось немного, но пары глотков ему хватило После этого пьянчуга удовлетворенно Рыгнул и бросил ее через плечо назад Очень вкусно, надо дядю Хариса попросить давать такое вместо компота Да, это будет лучшая смена в жизни Да, как я до этого раньше не додумался Засмеялся алкаш, а ведь с его способностями это было вполне осуществимо Использовать его неисчерпаемые алкогольные запасы Испоить весь пионерлагерь Заменив компот в чане яшкой или блайзером План действительно гениальный Я покосился на Алконнера Его существование и необъяснимые сверхспособности Все еще были для меня чем-то странным Но сейчас меня больше беспокоило состояние моего товарища Толик, ты как? Голова не кружится? У меня она всегда кружится Меня в детстве дедушка с лестницы уронил Мне было интересно, как вчера закончился день моего соседа И когда он вернулся обратно Но Алконнер, пинком отправивший одну из вчерашних бутылок под мою кровать Перебил меня на полусловие И что-то алкашня будет вещать узнаем уже в следующем выпуске Ну а на этом сегодня заканчиваем Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok